Субтитры делал DimaTorzok 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 Здравствуйте! В эфире передача «В рабочий полдник». Сегодня мы отмечаем большой праздник. У предприятия АО «Ого-го-дров нет, цвет нет, будь здрав, как сам» сегодня день рождения. Ему исполняется 12 тысяч лет. Это предприятие посетило огромное количество известных личностей. Многие из них, отбившись от экскурсии, до сих пор находятся на территории этого завода. И первый гость нашей программы – это известный натурал, извините, натуралист Николай Николаевич Дроздец. Находясь на экскурсии в рыбном цехе, я сразу же попытался закинуть удочки на счет бани. Но мне их по-быстренькому смотали и засунули обратно в рюкзак. На Лебедином озере мне не понравилось. Конкретно не понравился сторож озера, который сказал, что лебедей домой брать нельзя. И тут я заметил, как в траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Зелененький он был. Потом я наблюдал за бригадой слесарей. Их вожак пытался привлечь соплеменников характерными гортанными звуками. И пытался обратить внимание на какую-то... На мой вопрос, что вы там делаете, ремонтники ответили, да так, куем, паяем. Прошло уже столько времени, а я так и не понял, чем они там паяют. Никто никогда не забудет имена таких знаменитых людей, которые работали на АООООООО. «Свет меддров нет, будь здрав, как сам». Это сестры Доздроперма и Броневика Покрышкины, Сигизмунда Абдрашитова, Карнавалину Хандрючину, Юшминальды Кыгандыкова, Дагнат Перегнатова и Аганфенъ Еллу Аббавагадевичну. Конечно, ведь прежде чем забыть, такие имена. Их нужно сначала хотя бы запомнить. Итак, сейчас я вам спою песню известного барда Александра Розенблюма. Нет, Александра Розен... Сляба. Сейчас, минуточку. А, Александра Розендауна. Итак, Александр Розендаун. Песня «Рабочая». Шли с работы мужики, и у всех по две руки. Это значит, что они соблюдают технику безопасности. Перевыполнили план, положили на карман, и теперь принять на грудь полагается. Пилзнер, 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 пиво пилзнер, с рыбой пил. Я с утра был трезвый, стал другим. А сегодня на весь цех раздавался громкий смех. Это местный политех к нам пришел на практику. Показали, что и где. Где металл? Да он везде. И раздали памятлив руки нежные. Раздается там и тут, а они хотят работать, но пока метут. А в нашем цехе мужики, друг за друга в матюки. А крановщицы, как краны их, безотказные. Весь наш дружный коллектив работать может за двоих. Да если надо, за троих. Но чем не хочется. Не поверил бы глазам, отписал бы все слезам. Но сегодня видел сам. Сталь-то чистая. Чисто, 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 чисто сталь. Получу за это премию и медаль. Многие представители плеяды деятелей искусств и прочих бездельников посещали этот завод. Один из плеядов, знаток сплетен и переплетчик интриг, Эдвард Раздецкий, навсегда запомнил свое посещение. Однажды меня спросили, знаете ли вы что такое аустенитно-перлитная смесь? В этом вопросе я почувствовал некоторый подвох. Ответ на этот вопрос я мог найти только в одном месте. И вот, прогуливаясь по заводу, я увидел рулон сталь марки 08-ю, катящейся прямо на меня. И вот, что оно... Маза-фака... На-на-на-на-на-на... Маза-фака... Пронеслось в моей голове, что в переводе означает... Пфф! И все. Но рулон с металлическим лязгом и криками разойтись... Пись пронёсся мимо, мимо, услышал я голос крановщицы и увидел второй рулон, катящийся на меня. С тех пор на все вопросы, касающиеся устынитно-перлитовых превращений, я отвечаю одинаково. Но я вижу, вы поняли, как я одинаково отвечаю. С праздником! Предприятие АО ОГОГО «Цвет нет, дров нет, будь дров как сам» славится своей самодеятельностью. Они поют, пляшут, пляшут и поют, поют и пляшут. В общем, только поют и пляшут, и никак не хотят работать. 3 Мы частушки вам споем про наше предприятие Так что лучше напрягите своего восприятия Получил вчера зарплату И отдал ее жене Пусть теперь попробует, скажет что-нибудь плохое обо мне. На заводе есть труба, на неё залезу. Посмотрю, как там Москва, и обратно слезу. Вызывает интерес установка УНРС. Если сменщик не придёт, ИНУРЕЦ меня пробьёт. Каждый день пошу в две смены, пусть вас не шокирует. В нём я в цехе, но в ночь жена эксплуатирует. Разгулял я по заводу и зашёл в литейный цех. Там, гляжу, ребята, разливаю два фанфурика на всех. Па-па-па-па-ра! Меня мастер провожал, речь держал и руку жал. Говорил, что возле входа его сегодня подождал. Па-па-па-пай-рай! Па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! У завода нынче праздник, у завода юбилей! Кто завод начнёт поздравить, тот получит... Па-па-па-па-ра! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Дорогие друзья, я надеюсь, у вас есть сейчас время? Буквально минуточка для оранжевого радио. Мы просто только что проходили здесь КВН-чки, чисто случайно мы увидели их из окна и попросили рассказать о том, что случилось. Мы вышли в финал, просто выиграли игру и вышли в финал. Финал Воронежской лиги старт КВН. Воронеж просто любит Липецк. Йогурт, растишка, живее всех живых! Бабушка, бабушка, я опять залетела во сне! Залетаешь, значит, растешь, внучка! У нас появился новый человек Пашка Константинов. Он учился в институте с нами, всегда в самодеятельности участвовал, но как-то в КВН не получалось, я это вот привлекся. Вот просто номер, который он делал один, просто разорвал Воронеж. Для съемки рекламы журнала «Компьютера» команда КВН «Новой металлургии» пригласила Михаила Галустяна. Еще в роддоме он заметил у медсестры журнал «Компьютера». С тех пор он его и читает. Ему очень нравилась музыкальная сторонечка, и он стал солистом в музыкальном хоре. Потом Миша купил себе 286-й компьютер, но он был слишком медленный. Прочитав журнал «Компьютера», Миша купил себе «Пентиум». Потом «Пентиум 3». Благодаря журналу «Компьютера» Миша стал таким умным и известным. Покупайте журналы «Компьютера» в киосках и магазинах. А также, а также, а также этот журнал можно взять в библиотеке. И чтобы тишина была в саде. И в библиотеке. У нас запланированы поездки по Липецкой области, где мы зарекомендуем себя. Добренко, Красная, Лебедянь. В деревнях Подгорная и в деревнях Подклетные опять праздник. В деревне Подгорная гуляют уже два дня. А в деревне Подклетные гуляют три дня. В деревне Подгорная гуляют семь дней. А в деревне Подклетные гуляют десять дней. Ребята, когда вы перестанете гулять и будете мыть посуду новой фэри. Посуду, а мы ее не моем. Мы ее сдаем. Новолипедский комбинат начал нам помогать металлургически. Если мы будем выходить на более высокий уровень, то просто будет возможность пригласить профессионалов, которые будут нам помогать. Я думаю, если поддержка будет такая же дальше, ох, загадывать не хочется, но мне кажется, Лепчане могут увидеть команду свою в высшей лиге на следующем сезоне. В этом году в первой лиге, а на следующем году в высшей лиге. Субтитры делал DimaTorzok Что же у нас что-то за праздник-то было, а? Давай рассуждать логическим путем. Пойдем так сказать, отобрать. Да. Сначала мы выпили по пятьдесят. Пойдем так сказать. Пойдем так сказать. А ну что? Так, для начала. Нам стало хорошо. Нам жало лучше. Выселило сразу. Потом мы, по-моему, выпили еще по пятьдесят. Да. Нам салат значительно лучше. И потом пришел Павлик. Точно. Пришел Павлик, выпил пятьдесят грамм и ушел. Мы выпили по пятьдесят за Павлика. И потом включили музыку. Нет, с горла мы ты и пойдем, когда подрались с соседом. А что же у нас? Вчера-то какой правильник был? Давай рассуждать логически. Субтитры сделал DimaTorzok